Кого любил Паша Артелью? Посмотри, а, вопросы. Ну-ка, расскажи. Давайте я остановлю эту восхоналию. До свидания. Ну дальше уже. Смотри, смотри. Девочки, спасибо, до свидания. Как же Паша, Паша-то как? Данечка, ну нам нужны доказательства. Предоставлю. Алло, Паш? Жаришка пошла. Удивительное дело, в этом году исполняется 20 лет не только проекта «Фабрика звезд», но и, что логично, группе «Фабрика», которую мы сразу же здесь приветствуем оглушительными аплодисментами. Они привыкли. Олимпийский! Я не вижу ваши руки. По факту, как раз Олимпийский — это и было место вашего рождения, как группа «Фабрика». Но помним об этом только мы с Ирой. Ну вот удивительно. Вообще, конечно, это уникально, что группа 20 лет существует. Понятно, что составы меняются, но проект живет и продолжает гастролировать. Вот как, Ир, ты объяснишь этот феномен, который, уверена, что многих удивляет. Яночка, ты знаешь, оказывается, все-таки 20 лет. Мы даже по назиданию Игоря хотели, как это называется, Гиннес, Гиннес. За 20 лет каждое место поменялось всего два раза, да? Ну не каждое. Только одно место не менялось ни разу. Да, да, да. Вот. То есть это не так уж и менялись составы. Нет. Ну, иногда редко что-то менялось. Девчонки, а вас же... Вы же как, заставили в эту группу прийти? Или как вас по-кастингу взяли? Как все это было? О, интересный вопрос. Или как я, Даньку Поблату? Ну, у меня очень интересно получилось. Я пришла со своей подругой из другого коллектива, и мы пришли Игорю Игоревичу показывать свой проект. Как раз в то время был кастинг «Фабрику». И он сказал, классные песни, девчат, пишите дальше. Ну, вот я хотела вас позвать. У меня завтра финал «Фабрику». Валерия, приходите. Подождите, какой год? Это было недавно. Это было три года назад, кстати. Да. Ага, понятно. Но тогда уже была другая. Да, да. Был кастинг, и тогда сделали другую все-таки. Ну, нас объявил он двумя финалистками, но взяли другую девочку. Потому что, ну, она репетировала все лето, все танцы знала. Я пришла быстрее, там, какую-то песню, по-моему, не родить красивой, и про любовь. И вот эти танцы, как я учила, которые девчонки знали уже, там, наизусть, естественно. Ну, интересно было. То есть меня это судьбоносно тоже все-таки настигло. Ну, то есть ты «Фабрику» не хотела, по большому счету? Ты хотела быть самостоятельной артистой? В свое время я представляла себя. Конечно же, когда я видела девчонок, это все, мне очень нравилась эта группа, что они такие разные, такие красотки все. Я заслушивалась. Но потом я как-то об этом просто не думала даже. Но сейчас, конечно, вот что мне больше всего нравится, это вот даже вот первые ноты, ты выходишь на концерте про любовь, и все, весь стадион как с ума сходит. До сих пор. И так, да, и так каждую песню. Это очень классно. Шлягеры. Шлягеры. Сила хита. Вот зацепил это народ 20 лет назад. Удивительная магия, конечно. То, что тогда произошло, мы же сами не отдавали себе в этом учебу. Не отдавали. И никто, Игорь тоже, мне кажется, не отдавал. Он, мне кажется, до сих пор в шоке, что все эти группы до сих пор у него. Фабрика Корни. Why вообще? А ведь я правильно понимаю ситуацию, Кать, что тебе 20? Обалдеть. Ровесница группы наконец поет в этой группе. Это вообще какая-то магия числа. Просто то. Я опять в шоке. В детстве у меня мама любит всегда мне показывать какие-то старые передачи. Типа, Кать, да как ты не знаешь? Кать, да как ты этого не знаешь? И там, народный артист, еще что-то. И тут мы на, собственно, фабрику звезд наткнулись. Ну как наткнулись? Я следила за... Я прям смотрела в эфире, просто не так много реалити есть сохраненных. И я смотрела выпуск, где Рита Дакота, Влад Соколовский. Вот я, ой, вообще. А вот первых выпусков я не смотрела. И благодаря маме я узнала. Год назад я была на Тавриде. Есть такой арт-кластер Таврида. И я ходила на все кастинги, которые были там всевозможные, от разных лейблов. Я как сонграйтер туда прежде всего пошла. И я пошла просто по приколу в студию Академии Матвиенко представить свой хит. Хит, что-то я как-то громко, сильно говорю. Представить свой хит. Пускай так и будет. Свою песню, которую я написала сама. Текст, музыку, все я писала сама. И я пошла показать Игоря Игорячу. Он говорит, да, где припев. Ну там, ладно, свои комментарии. Как Каштин всегда говорит. Потом он говорит, спой-ка еще что-нибудь. И я свой шлягер спела «Стороной дождь». Там околонародные мотивы, плюс поп, песня. Я вообще, понимаете. Катюшка еще тогда была одета, прям в стилистике друг. Без мысли, вообще спела. Просто потому, что это моя, вот прям моя, моя, моя песня. Вообще, даже у меня даже мысли такой не было. И потом полгода меня выискивали, так сказать. Как выискивалось. С собаками. Ну типа спрашивали, сколько ей лет, как она вообще, где она, откуда. И вот потом. Понимаешь, да? Как дела делать? Просто в старые передачи тебя взяли. И теперь. Катюха понимает, она же скорпион у нас. А я по луне скорпион. Так что мы там чунь-чунь понимаем друг друга. А ты с каких пор ты в гороскопах так рубишь хорошо? Не только в гороскопах, по нумерологии. У нас сразу всех прощает. Нет, это очень поверхностно. Очень педанти, как-то очень поверхностно. Ага, значит, у Матвиенко кастингу по соответствию вот этому всему творчку. А Иришка нас сразу пробивает. А то я вот так, минуточку. Да, дату рождения. Можно еще время рождения уточнить? Мне нужно вот составить нумерологический портель. Так это важно. Конечно. Чего? А ты всех пробила нумерологическую совмести? Ну чуть-чуть, аккуратненько. Пробила. Девочки, ну вы понимаете, кто на самом деле? Мама-гост. Мама-гост. Мама-гостная какая-то, Ирка. Да нет, это такое просто впечатление создается. А мы с Ирой, между прочим, одногодки. Семь-седьмой? А, нет, я себе с восьмой. А я просто подумала, сколько у тебя семерок тогда? А точно. Восьмерка, Матвей, вылезла. Чего она? Давайте я остановлю эту вакханалию, поскольку я тоже ведущая. На секунду. А, ты твой пупсик. Давайте, девочки, мы с вами посмотрим на молодую, красивую, как я сказал, нехорошо опять. Вот ты, конечно, сказал так себе, дружище. Монтаж на юную, неопытную, только-только появившуюся в группе «Фабрика» Ирину Тониеву в дуэте с певицей Аусу. А, да? Песней «Вчера». Это первое выступление в составе группы «Фабрика». Но у них нет еще названия. Да, без названия. Их только сколотили. Поэтому, девочки, давайте хохот. Ты еще помнишь, как вас сколачивали? Да, сейчас отмотаем. Вот эту песню я не помню. Поехали. Как тихо падал дождь вчера. Драма, вышла драма просто. Ха-ха-ха. Можешь мне? Ха-ха. Санюк тоже историю дает. Нам же учили ни слова просто так. И, наверное, смысл отрабатывать. Это видно. Все, чем мы учили, вы тут демонстрируете. Вот это арт, я понимаю. Флейта. Ну, как эмоции, девчонки. По-моему, круто. Ну, эти все, эти моменты все, они очень сильные. И все эти пятничные шоу, они граничили же с чем-то. Ну, это как шоковая была такая терапия каждый раз. Потому что, наверное, многим ребятам было сложно справиться с волнением. Оно напрямую идет сюда. Вот. Это мы слышали весь сезон. Да, да, да. Как волнение напрямую идет сюда и вообще везде. Да, да. Девчонки, а вы когда на это смотрите, вы сейчас наблюдали самое зарождение группы «Фабрика», на тот момент у коллектива нет имени, но это уже тот самый состав группы, в которой вы сейчас поете. Прикиньте. Да, вообще удивительно. Прежде всего, даже несмотря на какую-то неточность ноток, вот это, знаете, мое любимое, когда жири так говорят, неточные нотки. Конечно, зато сколько жизней в этом всем, сколько правды в этом всем. Нет вот этой вот, не знаю, мне очень понравилось, правда. И девчонки все, и Алсу, все как-то органично смотрелись. Даже несмотря на то, что Алсу как бы это отдельный, да, такой... А здесь вот уже, кстати, да, так не видно. То есть здесь уже видно, что проделана такая колоссальная работа, и девочки на сцене уверенно очень смотрятся. Ну, это уже финал сезона, и они там как-то поднаблатыкались. А ты правда помнишь все эти уроки, которые... Актерское мастерство, сцен, речь? Потому что в моем воспоминании Тонева на фабрике в зале постоянно танцуют. И вот она танцует. Какая-то фигня происходит, ты идешь в зал и танцуешь. Мне многое было непонятно вот в общении там между людьми. Там либо мне казалось, что зачем говорить ради того, чтобы просто говорить или, ну, или что-то выяснять. Это происходило то, что я уходила с суккубой из-за того, что, ну, я просто себя в этом не видела. Я помню, что я была на своей волне, ну, я по жизни третий психотип. Вот я... Если ко мне подойдут, я с удовольствием. А вот сама подойти, вот как бы, я хочу, но как будто бы, что я буду навязываться? Если человек захочет, подойдет, и я буду рада очень. Но сама я не это. Если ты вот сейчас вспоминаешь людей там, свои ощущения от общения. Вот кто был самый комфортный для тебя? Вот сразу понятный. Вот наедине каждый комфортный. Но когда вот это начинает с завязки, вот эти все, это там же коса на камень. Мы же отражение друг друга. Кто перед тобой встал, ты с тем, кто и выясняешь. Вот. Матвей, видимо, три месяца вас пытался, чтобы вы как-то... Помнишь же, группа, которая сначала была, она же состояла из мальчишек и девчонок. Да, да, да. Как ты думаешь, что там с ней было не так? Мне кажется, ну, вот первое ощущение, да, я думаю, что уже Саша же говорила, Игоря покоробили вот эти вот выездные платформы, назовем это так. Офисные стулья. Потом, видимо, ему пришла в голову мысль, что так, 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 пацаны, пацаны, это у меня будет поп-рок, площадки, стадионы, а девчонки больше так, может быть, корпоративы, ну, тоже стадион, но там просто песни попсов, девчонки фабрич, близкие для людей, все. Вот. И до сих пор вот мы когда, если состыковываемся с корнями или поглядываем там во Вконтакте их выступления, то даже если в коридоре вот кто-то, кто-то тот, кто сейчас будет в зале стоять, там кто-то тебе скажет, ой, вы сейчас существуете, то вот он стоит уже в зале, и ты смотришь, он же поет все слова, то есть если про фабрику, он поет все слова, он не орет, да, он не там может быть не в голос, да, но он знает все слова, прям все, вот все, прям про любовь, ну, все. А у корней, они вот так микрофон, и там просто звук идет, просто вот. То есть чувакам даже можно уже и не петь? Ну, как бы да, вот в этом особенности... Минусовка. Ну, а что вы хотите, если вспомнить даже, ты узнаешь ее из тысячи, там же гармонии такие, ну, это гимны такие, ну, мировые, я считаю, там взлететь от энергетоса, который в гармонии. Ты узнаешь ее из тысячи, Ее образ на сердце высечен, Эта музыка, она вечная, вот, нет, вот прям песни четыре у корней, это вообще, ну, вы шаг. Кстати, девочки, а если вот про мужской коллектив говорят дедовщина, то в женском что получается? Бобовщина? Какое некрасивое слово. Нет, 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 в женском так невозможно. Порядок. Если в женском коллективе что-то такое начинает вызревать, то меняется состав как-то. Ира выжила всех. Нет, 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 ну, вот что-то раз происходит, там, это глубоководие такое, вот. Потому что если бы, ну, просто не выжил бы коллектив. В женском коллективе, ну, посмотрите, везде, где мы видели, ой, что там происходит, оно раз и распалось, исчезло. Понимаете, да, о каких коллективах я говорю? Обо всех, кроме нас. Спасбез, например, где они теперь? Ну, может быть. Но мне кажется, что, возможно, аура Игоря, потому что творчество и идея его, а такая вот, ну, баланс, выпирание эго никакого не должно быть. Вот как только эго начинает выпирать, далее смотрите пункт первый, Ира уже сказала, что происходит, правильно? Да, Дань, походу нас сегодня ждет интересная беседа. Она не будет колоться. Блин, зря я так тему подняла. Вообще отлично, наоборот, это сразу интересно. Девчонки, а вообще сложно интегрироваться в уже устоявшийся миф? Ну, по факту. Вам даже ничего здесь своего придумывать не надо. Получается, что вас взял Матвей как недостающие частички пазла и приложил к легенде, которая уже была. Ну, Тонева там существует. Их надо было найти, извините, что я, вы сейчас продолжите, их надо найти. Думаете, так просто фабрика? Боже, сколько кастингов было. И когда вот, ну, я через жемчужина уходит, да, и он думает, о, боже, кастинг, нет, мы же опять никого не найдем. То есть он буквально каждый раз доставал изнутра, из своего памяти, кого я где когда видел, кто подходит. Мы столько, мы там ездили в Украину, куда мы только не ездили. То есть офигенно поют. Красавица, вот это все есть. Русско-красславян поет. Охренительно вообще качественно. Тебр, ну, блин. Ну, спой фабричное. И она на фабричном начинает. Вы крутасы такие, что, ну, ну, не true вообще, не исходя. Ну, не считывается смысл. Какие-то все переигрыши какие-то все. Сложно. То есть их еще найти надо было. Ну, вспомнить. Ну, это отпад, конечно. Ты сейчас говоришь, я осознаю, что задача-то не такая простая. Да, вообще ни разу не простая. Да, сложно в чем было. Что место, на чьи место тебя берут, ты вот именно песни эти, не то чтобы подражать, но есть такая задача быть близкой по исполнению. Опа. Есть, да. Потому что все-таки зритель, он вот именно вот в старых хитах, да, в новых, да, это мы ищем, свои какие-то находки, но здесь, но это так же, как кавера, например, когда ты перепеваешь, то все-таки лучше, лучше сильно не отходить от оригинала, да. Вот в этом для меня была самая главная сложность. Лера, прошу прощения, а получается ты кто? Ты Сати? Сначала была Саша Савельева. Сначала была Саша Савельева. похожа, я не знаю, ему чем-то так показала. Есть, есть, да, если в блондиночку тебя покрасить, то... То есть, да, у меня вообще менялось. Сначала я выучила все партии за Сашу Савельева, затем у нас там произошли перетрубации, и я выучила все партии за Сати. Представляете, да? Я в шоке просто, я никогда не смотрела на это так, а это ужасно. Но, а больше... То есть, вот все, что касается быть в коллективе, у меня был опыт десятилетний в группе. Ну, там больше народу было в той группе. Да, это, кстати, да, тоже отличительная черта. Но вот песни, то есть пение по голосам, пребывание в коллективе женском, это мне не было трудно. Окей. У меня сейчас такое ощущение, что ты пытаешься влезть в чей-то костюм. Нет? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть, но просто не нужно так заморачиваться здесь, да. Просто ты улавливаешь манеру, какие-то самые главные фишки. Ира подсказывала по танцам, по вокалу тоже. У нас это жесткий диск тут вмонтирован, видимо, весь. Да, и потом даже... И ты просто потом понимаешь, что действительно эта песня... Ты можешь что-то где-то новое добавить, но вот эта фишка вот здесь классно была записана. Отпад. Ну, хорошо, тогда Катя просто вообще никак не монтируется в сети. Не, я точно не... Катя теперь засаживает. Она Марша Лалыкина. Ну... Катя, это Катя. Честно говоря, я всегда была против того, чтобы подражать кому-то. И, наверное, я изначально шла с такой целью для окружающих. Это просто окружающие хотят всегда нацепить. Да. Ну, ты как на... Ну, ты за место и говоришь, нет, я как Катя Маскалева. Ну, то есть, естественно, какой-то подобный образ, типаж, это нормальная практика. Но я не пытаюсь подражать или как-то быть похожей. Я пытаюсь... Не пытаюсь. Я такая, какая я есть. Но теперь до меня доходит другая конструкторская мысль. Потому что группа конструируется по архетипам, по личностям, по вот какой-то... По ролям. Тут даже в итоге сложились-то не роли, а Игорь вот, когда надо было, например, я ему скидываю, Игорь, вот смотрите, вот такую девушку вот тут у меня знакомых предлагаю раз, он просто смотрит соцсеть и сразу говорит, энергия не та. То есть, можно не... У нас нет такого, что под кого-то. А фабричная или в общем энергия? Просто улет. Сейчас будет убийственный вопрос к вам. Вот я как... Вот Яна говорит всегда, вот вам телезрители в лице меня. Вот это все телезрители мира задают вопрос. Да, вот у меня вопрос как ценителя. Вот то, что мы видим. Тяжело ли, когда вас сравнивают? Вот вопрос, я возвращаюсь туда, что Ира Тонева, Сати Казанова, Саша Савельева это легенды. Ну действительно, это легенды, фабричные легенды. Они очень много лет работали вместе. Все равно, когда приходит новая девочка, ее будут сравнивать из года в год. Вот, ее даже могут не запомнить, как-то светленькая с краю. Как вы для себя вот с этим живете? Или живете ли вообще, или вы пофиг? Нет, вот смотри, то, что касается живых концертов, здесь проблем нет, потому что здесь есть энергия, харизма и голос. и вот я с таким не столкнулась. Слушай, речь-то про комментарии. Да, а вот комментарии, вот, я хотела это разделить, а вот комментарии и вот этот интернет, конечно, это другое. Это по большей, в большей степени негатива, ну, особенно в начальном этапе, да, что не подходит, ну, то есть, это прям вершится суд, поэтому вот это главное не читать. Ну, подожди, на самом деле все мы над этим грешим. Это, как это? Да, не хочется, но мерзко, а затрягивай. Да, и ты смотришь, и думаешь, неужели, это действительно так. Ну, и хочется написать, а вы были на концерте? Извините, как бы. У него нет времени, ему же надо писать. да, и там такие комментарии, ты просто сначала, да, хочешь в это, даже уже в это веришь, но нет, потом ты все-таки вспоминаешь, что нет, это не про меня. Но, конечно, сталкиваемся с хейтом, я вот столкнулась. Я бы вот никогда не пришел на чье-то место, потому что нафиг мне это надо, чтобы мне сказали. У тебя есть свое. А вот тот человек, как вот Орел и Решка, многие проекты, когда меняются ведущие, там ли солистки, это ведь надо год терпеть, чтобы тебя поносили в интернете год, а потом ты такая, а так там вот, ты хорошо ведь поешь, а вот молодец, молодец. Слушайте, девчонки, ну по факту, но сейчас Тони вы уже разговариваете как супродюсер, вот за эти 20 лет, у Иры уже тоже какая-то такая вот... Мать фабричная. Получается, ты немножко трансформировал свою роль, ты немножко супродюсер, немножко менеджер. Да нет, да нет. Ну, скажем так, Ира до сих пор очень этим живет, то есть действительно, она неравнодушна к этому, и это классно, в течение стольких лет быть неравнодушной. Моя задача, девочкам вот все это вот как-то передать, вот, а потом я могу расслабиться, потому что, ну, я и то, я бывает стою, где что-то знать, я говорю, че, давай, можно войти вот это, я что-то не успеваю там. Да, конечно, а это же наоборот ценится, мы же как единый коллектив, один передает эстафетную, ну, командная работа, это очень ценно. Да, но я понимаю, но с другой стороны, смотрите, сколько уже изменилось в мире вокруг нас, почему бы просто не закрыть группу «Фабрика»? Так, концерты же зовут, Деми звонят, так, фабрика нужна, туда, в этот город, в этот город. Есть спрос? То есть вы не можете уйти со сцены, потому что по-прежнему вас хотят на концерт? Это да. Ребят, ну, извините, еще лет на 20 всей этой истории, как минимум. Премьера группы «Фабрика». Песня про любовь, она впервые звучит в этом варианте. Вот эта вот хоряга, она до сих пор осталась? Мы меняли, но сейчас мы вернулись к ней же. Только, видишь, мы много раз и этот шаг делали. Ох, прям каждый раз. Это сложный шаг. Ой, вот это... Вообще жесть, конечно. У нас сейчас прикольный, только первый остался. Бряжный, да. Я к тому, что вы слишком много двигаетесь для того, чтобы петь вживую. Егор все заставил хоряга, все время надо было что-то танцевать. А я думала, ну, ноги, не видят люди ноги, а нам лишняя пахота. Лучше руками, это же стадион, надо широкое что-то. Вот эти мелкие шаги, они... Ну, ладно, ладно. Работает же, работает. Нет, ну мы же... Нет, у нас сейчас лучше хореография, короче. Девочки, как? Эмоции? Да классные. Хотели бы туда? Так мы там же. Мы там. Ого, мишка. Отдыхаем. Молодец. Урыла закопала. Маша такая счастливая. Даже не верится, что она потом раз так и ушла, от этого отказалась. То есть, это вообще, посмотри, она самая счастливая здесь. Топы-то, между прочим, сейчас до сих пор актуальные такие. Наоборот, точнее, они уже снова вошли в мод. Такие топы, да. Прикинь? Да, Саточка. Все, что ты мне ночью говорила про любовь. Не, классно, вообще классно. Данечка, садись срочно. Растерялся. Девочки, ну подтвердите, что ты работаешь. Работаешь. Данечка, всегда. Не, класс, класс. Человек уронил сценарий. Я пол сезона отработал. Давай, давай, давай. Будет сидеть на сценарии. Ну вот. На котором написан интерактив, и я его наизусть не знаю. Ну, сиди пока, мы же четко-то по трех. Ира, вспомните ощущения от первого. Разум не справлялся. Так, Ира, просто будь в этом, и все, спокойно, да. То есть отчасти мозг воспринимал все как должное, и отчасти он одновременно офигевал. Вот. И помню даже на каком-то концерте в Олимпийском, да, после какого-то номера, там сзади, сцена же очень высокая, вот. А сзади, задник, он был не прибит прямо к сцене. Ткань. Да, да, да. И я, короче, вниз. Но на адреналине все это, тут течет уже все. Но на адреналине как-то я это, ну ладно, все, все, все. Ничего себе, там у вас мясо было за сценой. У каждого был свой какой-то. Да, свой какой-то. Штирлиц там происходил. Легендарно. Единственное, это костюмы отстой. Нет, только что говорили. Кажелый такой, что сгламурный, гламур, сгламур. Розовые костюмы, вспомни ваши были. Нет, тоже классно. Это на клип, на клип. Саша же, да, этот. Шевчук, да, да, да. Вообще было в Фермова классно. Ну да. Подождите, это когда Пакуха, Чилдрен. Пакуха. Ну так это вот-вот, буквально вот Олимпийский, и что-то месяц-два, по-моему, все, у них уже был клип. Ну спокойно, подождите, это вот фирменный стиль фабрики, это другая история. Вы до сих пор одеваетесь в одинаковой стилистике. Ну это принято у такого рода групп. Это нормально, но этого не было на фабрике, потому что они не были группой. И, собственно, здесь... Как не было, две недели в группе уже можно было нарядить. Нет, дружище, две недели, сколько времени уходит на разработку фирменного стиля дизайнера спросили? Телезрителям профит. Логотип три месяца рисует. Скажите, девчонки, вот сейчас, когда вы вписываетесь в эту всю историю, вам заново, каждый раз приходит состав новый, вам перерисовываются нафиг костюмы, или вы должны донашивать? Приходится донашивать. Причем у меня была вообще интересная история. Я говорю, я со своим ростом, мне вот платье Саши по поводу... Совсем оппа. Оно совсем... А я так думаю, ну... То есть я его надела, и оно очень мини. И Игорь Игоревич пришел, например, наше выступление и такой... И решил нам подарить костюмы. Потому что, говорю, мне так жалко стало. Потому что я увидела, что платье Лера в чужом платье. Опа, папу включил Игорь Игоревич. Это когда семья многодетная, есть старшие братья, младшие, когда мелкие подрастают, он донашивает за всем. Нет, ну а с другой стороны, есть такие классные костюмы, которые сидят, и... Ну, они очень сценические, в серебро, например. Я вообще их обожаю. Ну, мы их обожаем. А сколько комплектов костюмов у группы «Фабрика»? Три, да? Белые, серебристые? И еще какие еще? Белые с розовым скорсетиком. У меня больше костюмов. Конечно, подрамат. Нет, смотрите. Да, белые раз, семья. Да, белые с корсетами. А, белые с корсетами. А, серебристые. И потом плащи. Плащи, ну это на улице, да. И вот это платьишко, которое коротко-оранжево, а у тебя вот такой зефир. Да, да. Так что... Вы любимый честник. Ну, значит, получается пять, да. Пять комплектов сценических костюмов. Ой, коротко-оранжево. Такое интересное. Ну, интересно разбираться. Вот, например, у нас есть костюмерная на нашей базе, и там очень много костюмов. Если что, туда взять. Ну, знаете, что радует? Что вот раньше, вот в те времена, да, там еще 10 лет, вот если красная дорожка, то надо было там... Какие-то были понятия, гламур, должна быть блестка, нарядная, волосы там вылезаны, все там, не знаю, сережки, все. А вот как начали, конечно, где-то есть перебор, но как начали выходить в спортивных тренингах, и в этих... Я думаю, блин, да, ребята, давайте, давайте. Главное, это внутри. Ну, и так оно почему-то прям смиксовалось, что да, не стало уже вот этого перебора, перьев, вот этих всех. Господи, прическу, надо обязательно красную дорожку сделать. Прическу какую-то! Вот это вранье все, боже. А потом вот это так смиксовалось классно, что как-то вот, да, вроде, мой пучок кто-то... А потому что это была в спорте спайс из всех девчонок. Вы же все тоже были разные. Или все время там такая на спорте, тренинг и стайл, и вот это все. Ну, наверное, да. А потом тебя решили переодеть. Я просто уставала вот так. А, я помню, когда девочке выступать надо на каблуках. А я, нет, я же танцую, я ничего не смогу. Вы знаете, как я танцую? Ну, потом нет, потом я переучилась. Шоу пацанки такие. Мой ковер. Даня, если мы будем еще что-то смотреть, ты говори. Давайте. Интерактив. Подождите. Обратно в обратную сторону. Такой актив. Интерактив. Надо было ответить. Интер. Я чек. Хорошо. Затроллили бабы. Я буду вам говорить факты. Вы будете показывать либо на себя, если это относится к вам, либо на подругу. Или сразу на всех. Или на всех. На Яну. А вы же подруги, да? Меня крупно можно не показывать. А это уже не практик начался. Ага, не подруги, значит, все ясно. Так, первый вопрос. Поехали. Кто дольше тянет ноту? Мы все. На себя показываем. Вот, вот, так. Умнички. Играем активнее, девочки. Кто главный в коллективе? Вообще не верю. А вот эта история у вас работает, да? Потому что мы не будем задавать людей, но нам тут рассказали, что кто посередине, тот и главный. Так не работает. Мы так думали, что работает. Не, а некоторые, знаете... Некоторые думали, что работают. Да, некоторые в одной, вообще, наши старшие братья, да, по продюсерскому центру, они вот так рассуждают. А с другой стороны... Как это... Как это... В центре там надо еще приглядеться, а с краю тебя всегда увидят. Вот. Вот оправдание. Ну, потому что в центре ты закрыт как бы... Но ведь почему-то действительно, потому что если в серединке, то она главная. Вот я не знаю. Да всегда там. Да нет. Это как законы сцены. Вы знаете, вот навязанное, да, социум, оно как-то стекает в нашу больную голову. Все, кто сбоку, не найдут объяснение своему сбоку. Ты за 20 лет проявляла себя творчески по-разному в музыке, которую делаешь ты, а не группа «Фабрика». И это другая музыка. Проявляла себя еще где-то. Неужели вот не хотела сказать девочки «Спасибо, до свидания». Ну, видимо, не хотелось. Потому что то, что я реализую на сцене с «Фабрикой», это тоже часть меня. А то, что я реализую на сцене с моим проектом, там другая часть меня. И я там не могу проявиться так, как я проявляюсь в «Фабрике». А в «Фабрике» мне это можно. А в «Тоневой» можно что-то другое. То есть, вот. А что бы тебе можно такого в «Фабрике» и чего нельзя в «Фабрике»? Ты посмотри, а вопрос. Ну давай-ка, а. Ну-ка расскажи. Я хочу докопаться до сути. Слушай, если бы я тоже могла до нее докопаться. Нравится вот что? То, что ты в группе, или то, что тебе на сцене можно попсу петь легально, а ты внутри другая. Что? Почему ты до сих пор в «Фабрике»? Почему? Мне очень нравится очень много. Вот, например, моя любимая песня, «Мама молодая» по музыке. Я считаю, что это гениальная песня из всех песен в мире. Какие-то фавориты есть, тут чуть поменьше есть. Вообще одну песню не знаю, зачем я ее пою. Но ничего, не скажу. Девочки. Я даже не вспомнила. Нет, это уже любовью я прониклась. Все-таки Игорь, любовь, мы такие разные, я прониклась. Все-таки юмор, там можно где-то поиграть, прикололся там. Так, да. Какая у нее нелюбимая песня? Знаешь ты-то хоть? Нет-нет, никто не знает. Никто не знает. Песня, от которой за 20 лет тошнит. Жарко. Ну нет, нет, не тошнит. Конечно жарко. Просто у этой песни энергетоса больше, чем во мне. И я каждый раз думаю, где же мне... Понимаешь, да? Нет, 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 не понимаешь. Нет, не понимаешь. Понимаешь там? Нет, не понимаешь. Понимаешь, хорошо заходит. Так, кто знает больше песен? Каких? Каких? Хоть каких вообще песен? Не я, да. Такая скромная. Умничка, умничка, молодец. У кого вырубался микрофон? Что? Микрофон вырубался у кого? Вырубался навсегда. Подпоешь, поешь. Помнишь, была история, когда мы поменялись микрофонами? Да, упал. Последний вопрос давайте. Кого любил Паша Артельев? Если б мы знали. Вот так. Мне казалось, что... И мы подходим к легендарной песне. К легендарному номеру. Да подождите, подождите. Все думали, что Паша Артельев такие тоневые. Да, да. Это же был пиар-роман? Ну мы же его не создавали. Мы просто выходили на сцену. Кто-то, может быть, там что-то писал. Нет, подожди. А продюсер не говорил, вот вы теперь любите друг друга? Нет. Вы человеку реально перечеркнули 20 лет его жизни. Когда он думал, что вас заставили, вас спродюсировали. Нам просто Седаков еще потом, в будущем мой мастер по актерской школе, он нам говорил всем, вы вообще, вот вы стоите на сцене, кто рядом с вами? Вы просто или... То есть всегда отталкиваетесь от актера. Ой, от партнера, сори. От партнера. Вот мы и отталкивались. Хорошо, отталкивались. Оттолкнулись так, что все думают, что вы реально встречались. Вы знаете, когда я офигела, расскажу историю, я в школе учился, вышел такой журнал, не помню название, там на обложке Юра Пашков был такой в GMTV, и пишут, Юра Пашков и Ирина Тонева, у них любовь, и я стою, как же Паша? Паша-то как? Паша. Но это спустя... А это все ложь, обман. Это было спустя, сейчас скажу, два года, два года прошло в фабрике, и мы стали с Юрой встречаться. Не, ну, а главное все и правда. Понимаешь, вот сейчас кого-нибудь разбуди среди ночи, романы первой фабрики, первая парочка, которая приходит в голову, это, ну, конечно, Тоня Барти, ну, конечно, встречались. Представляете, вы что наделали? Да, да, есть такая. Вот этой вот песни. Да капец, вообще расстроили меня. Вот, расстроили. Данечка, подожди, мне не надо депрессии, мы постараемся сейчас как-то тебя оттуда вывести. Давай посмотрим номер, вспомним, как все это было. Олимпийские, понимаешь, я больше этот номер, я его удалю и больше смотреть не буду, поверьте. Понимаешь, мне недавно снился сон, понимаешь, в этом сне был ты и он, представляешь, я не знала, что спала. Вот, вот как тут не поверишь, блин, через экран химия. Ну как-то потею. Понимаешь, в этом сне был ты и он, представляешь, я не знала, что спала, я к тебе во сне пришла, понимаешь. А говоришь, что снова, это была любовь! Ариана, кажется, стал забывать слова после этого. Походу, ребята, вы что-то перестарались там в Олимпийском. Перестарались, да, перестарались. Ну, Паша, это было, ну не знаю, как он на это пошел. Что вам надо мешать, давайте. Верю я, что все не так, понимаю, ты пришла ко мне весна, ты прости меня весна. О-о-о-о! О-о-о-о! Блин, переиграли жестко вообще! Герман, наверное, там ерзал на стуле. Да блин, застроили меня сегодня на этих съемках. Ребята, все, Данин Мир никогда не будет прежним. Да почему, как это не было любви-то, ну почему я не верю? Да нет, все, все. Вы, девки, видите, любовь, любовь. Может быть, в какие-то моменты она была. Ага. Но мы уже уже, но мы просто друг другу не говорили об этом с Пашей. Ну это уже, да, другое разговор. И оно не развилось, может быть, так было. А что вы тогда в конце песни целовались, если у вас отношений-то нет? Мы не целовались никогда. Я тебе найду кантри, скину их. Вот опять доказывать надо. Найди, найди. Я никогда не касалась Пашиных губ. Это ложь, 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 ложь. Да нет, какая пара. Посмотрите, запись золотого граммофона. Там песня заканчивается поцелуем, прям в губы. У меня сейчас челюсть отвалится. Данечка, ну нам нужны доказательства. Предоставлю. Пруфы, Пруфы. Где Ира, прям крупным планом, целуется с Пашей. Не вот так вот, а прям... Может быть, это после номера было? Ну после номера в конце песни. Такая часть песни, последняя строчка, понимаешь, вы вот так вот. Не может человек так вот. Так вот. Ты понимаешь, вот любовь снесла тебе вот это, и ты забыла этот момент. Была любовь, была. Как пела Валерия. Хорошо, ладно. Коснулась! Нет, нет. Коснулась! Нет, в том, что ты делаешь. Нет. Давай еще раз. Давайте-ка еще раз нарепите, ребят. Опа! Просто камера перешла. Идеальная склейка. Идеальная склейка. Идеальная склейка. Кто это монтировал? Это блестяще. Потому что, понимаете, человек думает, что они целовались. Короче, целовались они, целовались все. Даня, если тебе хочется жить с этой легендой, живи с этой легендой. Легенда – это факт. Ирка, прости. Но это никуда не дерьте. Я уже представляю, а как бы это было, если бы? О! Алло, Паш? А, Жаришка, пошла. Он бы тебя вообще бы расстроил сильно. Да ты, конечно, я бы вообще все. А что бы Паша расстроил Даню, интересно? Ну, мне кажется, хотя, может быть, Паша бы разоткровенчился, я не знаю. Они что-то скрывают, ребята, реально. Спустя 20 лет. Ты очень близко в этот момент до... не до человека, а до его сути, когда ты играешь. Может быть, поэтому случается часто в кино, когда люди входят и делают физические какие-то контакты, то что-то... Да, они не слишком до химии близко доходят, и она возникает. Но у нас просто мы дальше просто взаимодействовали, взаимодействовали, вот, и... Ну, не стали, не стали. Потому что вообще стрёмно, когда на тебя все смотрят, миллионы людей смотрят, как ты интимно трогаешь человека. А тут про это забываешь, это же история. Как это было бы, если бы Паша был тот человек? Это было бы так, наверное. Вообще. Мы люди приличные, и мы оповещаем вас о том, какие гости к нам приходят, и собираем ваши вопросы в паблике ВКонтакте под специальными постами. Вопрос, Ирина, с кем из участниц первого состава у вас сложились наиболее дружеские отношения? Марина Панченя. Из первого? Ну, со всеми просто сатишка, так как она не всегда путешествует, я ее реже вижу. А вот у Санечки была недавно. Прям-прямо в гостях-гостях? Да, да, да. О, вот это мило. Это разрушает концепцию о том, что все женские группы это сборище змей, и все друг друга ненавидят. Рассматривается ли такой вариант выступления на мероприятии разовое воссоединение группы фабрика всех солисток, всех составов? Ну, прикольно, она 20 лет. Нам уже писали это предложение по поводу, типа, концерт, 20 лет, давайте соедини всех участниц. Это легендарная, конечно, шикарная идея, но я, честно, не знаю, как это вообще воплотиться. И воплотиться ли? Да, начинает Маша Алалыкина. Да, и единственная участница, которая никогда не выступит в составе группы фабрика, это Маша. А прикиньте, вот получится как-то у продюсера, да, ну, я все, жизнь закончена. Маша Алалыкина, все оставшиеся. Собрать всех, всех, можно уже на пенсию идти. А с другой стороны, сейчас уже столько всего перепрошито вот здесь у всех, может быть, Маша бы и захотела бы. Да. Может быть, уже некому запрещать, не знаю. Скучает ли Ира по девочкам из первоначального состава, поддерживает дружеские отношения с Сати и Сашей? Ну, по дружбе, да, хочется иногда. Ну, отработать, ну, отработали уже и все, и ладно. Ну, когда Сати уходила, было как-то, ну, вот каждый раз, когда Сати, когда они, конечно, были, сложностей было много, вот, но когда Сати уходила, было такое ощущение, как-то, ну, такое детское было ощущение, что тебя бросают, ну, такое детское, детское чувство. И Саня тоже, когда сказала, тоже так стало очень как-то одиноко. Ну, потому что вы вместе, считай, родились. Ну, да. Тебя можно понять. Ну, по большому счету, когда Саша по полу ходила, то есть, так каждый раз, потому что ты очень много делишь, в работе же ты очень, касаешься всех личных, ты души вплотно касаешься, вот, потом человек уходит. И ты каждый раз задумываешься, так, а я, я ухожу или остаюсь? Ухожу. То есть, хочется вот, ну, столько, чтобы не расставаться. Ну, то есть, какие такие бывают весы. Ну, вот в итоге осталась ты. Да. Вообще, в принципе, это как, знаешь, какая родина мать. К тебе все приходят, от тебя все уходит, ты всех прощаешь и со всеми дружишь, всех любишь. Ну, а на самом деле, к Игорю, не ко мне, а к Игорю. Люди предлагают зафорсить хэштег свободу Тоневой. Пришли повторить добрый книг. А что, мне нравится? Что-то я проговорилась, да? Вот она испалилась. Надежда Агеева, вы красоточка, мы раскололи эту железную леди. У нас есть вот такое. Надо его подписать. Какая прошаренная. Так вот, надо его подписать. Распаковывайте. Он запакован. 20 лет лежал, ждал. Понимаешь, этого момента. Итак, друзья, суть конкурса сегодня такова. Песня, понимаешь, звучала почти в каждом сезоне «Фабрики звезд». Ира, Паша или там, ребята, поддельности приходили на фабрику и исполняли песню с кем-то из фабрикантов нового созыва. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто из фабрикантов всех сезонов по всей истории исполнял песню «Понимаешь». Артемьев Тонева не считаются, как вы понимаете. Помнечко, вот видно, работала, училась, а я не работала, не училась. Продолжаю работать и учиться. Треба просто, вот прям очень надо. Мастер-класс по существующей хореографии легендарных песен. Ира, у тебя это получится лучше всего. Даня готов внимать. Да, девчонки, покажите. Будешь учить? Да, а что? Ну, давай, пробуем про тебя. Новая столистская группа «Фабрика», Данечка. Покажите Дане, пожалуйста, хорягу. Девчонки, научите. Я полгода. Девочки, я уже в серединке. Где мы тут стоим? А я между... Мы с тобой пока здесь стоим. Про одно все, про одно. Вот так вот. Пишечка, да. про любовь, про тебя. Там ритм такой. Пам, 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 пам. Да, понимаешь, все так просто, да? Можно как-то вот через постели без танца? Нет. Про одно все, про одно, про любовь, про себя, про себя, про себя. Смотри, смотри, да? Далеко больше. Глазочка. Ура! Такие дела. Просто королюки в пальце. Спасибо. У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! что ты мне ночью говорила... У-у-у-у! Продолжение следует...